До смены управляющей компанией 41-й дом по Старозагоре был как будто бесхозным. Плохо убиралась территория, подъездные козырьки выглядели устрашающе. Жители на общем собрании решили сменить коммунальщиков. И теперь уборку в подъездах им проводят регулярно, а вместе с ней и ежедневную дезинфекцию. Все так как надо. Висят четко графики, по графикам приходят, убирают. Сейчас даже против вируса нам. Заботятся о своем здоровье жители домов номер 37 по улице Гагарина и 125 по Революционной. Здесь за коммунальное благополучие отвечают ТСЖ. Жители сами решают, кого нанять для уборки подъездов. С тех пор, как началась пандемия, вызывать клининговую компанию стали чаще. А еще сами ежедневно обрабатывают спецрастворами двери, почтовые ящики и лестничные перила. Дезинфекцию проводим. В связи с такой ситуацией убираемся три раза в неделю. Обязательно. Хлор содержащего обрабатываем. Все поручни, все, как говорится, входные двери, все обрабатываем. Глава города побывала не только в тех домах, чьи жители жаловались ей через твиттер, но и проехала по незапланированным изначально адресам. Кроме уборки подъездов Елену Лапушкину интересовало, насколько чисты дворы и улицы. В рамках месячника по благоустройству и частные, и муниципальные коммунальные конторы должны до 1 мая привести город в порядок после зимы. Безусловно, смотрела территорию, как идет месячник по благоустройству. Конечно, еще очень много замечаний, но тем не менее, видно, что работа проводится и верю, что справимся в срок. Даже в условиях режима самоизоляции в городе продолжается реализация нацпроектов. Так, по федеральной программе формирования комфортной городской среды, во дворе нескольких домов на Гагарина идет комплексное благоустройство. Жителям отремонтируют внутриквартальные проезды и сделают новые парковочные места. Сейчас обустраивают основание спортивной площадки. Проект оценила и глава города. Сегодня будет мини-футбольное поле с антитравматическим резиновым покрытием. По периметру будут ограждения, сбоку 4-метровые и за воротами 6-метровые. Будет ворота и баскетбольные кольца. Завершая объезд, Елена Лапушкина посмотрела на место, где высадит Аллею Победы. Деревья посадят к 9 мая около школы номер 116, которая носит имя Героя Советского Союза Ивана Васильевича Панфилова. А летом вдоль аллеи сделают тротуар для прогулок. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.